ВОСТАТОЗАВРА Вторая часть описания Востатозавра включает в себя дополненную и исправленную информацию, приведенную мной в первом видео по этому динозавру. Территории Востатозавров охватывают четко определенные области, чтобы избежать конкуренции среди сородичей. Но бывают времена, когда Востатозавры сражаются друг с другом за территорию. Границы территории помечались мочой и грёмким рёвом. Чем громче рёв, тем крупнее Востатозавр. Самцы, как правило, имели большие открытые территории. Самки же ограничивались территориями на опушке между логами или в джунглях, где у них были места для откладки яиц. Единственным исключением, когда Востатозавр мог покинуть свою территорию, был брачный сезон, во время которого самцы покидали свои охотничьи угодья в поисках самок. Если самку устраивал самец, то он мог задержаться на её территории. В это время они будут охотиться вместе в течение нескольких дней. В конечном итоге самец начинает раздражать самку, и она прогоняет его со своих угодий. Используя в своих целях сезоны размножения, молодые особи могут на время занимать территории кочующих самцов и охотиться до их возвращения. Либо они следуют за самцами, поедая остатки их пищи и заодно учатся охоте. Крупные челюсти Востатозавра могли сжиматься с колоссальным давлением, ломая кости и выдавливая лакомый костный мозг, до которого не могли добраться другие хищники. Во время охоты Востатозавра атаковали из-за сады, так как они были слишком велики, чтобы гоняться за добычей, кроме самой медленной и умеренно быстрой добычи. Несмотря на это, если хищник был сильно голоден, он был в состоянии ловить быстро животных благодаря своей уникальной выносливости. Засады устраивал обычно в зарослях или возле источников воды, терпеливо поджидая жертву. Легокристы были основной и самой многочисленной добычей Востатозавров. Феррикут и Бронтозавр были более опасным объектом охоты. Однако, если больное или молодое животное можно было отделить от стада, то взрослому Востатозавру не составит труда одолеть его. Самой большой проблемой Востатозавров было то, что они могли быть замечены жертвой. Поэтому окрас Востатозавров был темного цвета, и несмотря на их размер, они были довольно незаметными на фоне кустарников, скал или руин, сидя неподвижно, терпеливо ожидая добычу. Сидя в засаде, благодаря своим темным чешуйкам хищник мог одновременно греться на солнышке, получая дополнительную энергию и преимущество перед еще вялыми травоядными. Востатозавров были похожи скорее на колючки, чем на зазубренные бананы, как у Тираннозавра, и служили для проникновения сквозь бронированную шкуру их жертв. История черепа. В какой степени Востатозавр Рекс острого черепа отдалился от своего начального предка, милового Тираннозавра Рекса, можно просмотреть путем сравнения черепов этих животных. События, основанные на воссозданном черепе пропавшего без вести вида, показывают, как череп Востатозавра стал более крепким и тяжело бронированным, с кульминацией в форме вида с острого черепа. Поправка в размерах Востатозавра. В длину он достигал от 12,2 до 15,3 метра. В росте достигал примерно 7 метров и весил от 10 до 16,6 тонн. Если вам понравилось данное видео, то поставьте лайк, подпишитесь на канал или вступите в группу канал, ссылка будет в описании. Поддержите проект и ждите выхода новых видео. Субтитры создавал DimaTorzok